Всем привет! У нас утро, Катя вот полы шоркает. Шоркает и матерится. Ну как матерится, ругается. Полы, говорит, блин. Я говорю, он так вроде помыл и чисто. Нет, надо ей шоркать. Ну раз в месяц она вот так вот этим и занимается. Ну а я, как всегда, на кухне. Ой, мухи эти, блин. Когда они уже исчезнут. Вот обыкновенные мухи исчезли, появились мухи, которые кусаются. Сильно при том. Нарвала зелень, здесь молоденький укроп, петрушка и лук. Мясо снарежала так тоненько. Сейчас будем с вами готовить. И сорвала один кабачок. Пока еще не знаю, что с ним буду делать. Ну посмотрим, еще надо овощи почистить, морковку, картошку. Вот жду, когда Катя закончится всеми этими делами. Собирается в гости. Решила пюре будет, что ли, делать. Сама сварю уже. А молоко есть? Есть. Если бы куплю. Ну или же бы только свалили? Ну да. Она просто сосиски пожарила, чтобы купила, чтобы хочется масло. Это уже к папе орет, хочу. Ну, Барбара сегодня суббота. К папе ходит, да не в школе. Ну, а мы как всегда голожопые. Голожопые. Да, скажи, мы пустына красавица. У нас лето на улице так. Дома тепло. Никак она девчонке не хочет одеваться. Уже пятый год ни в какую не хочет. Красавица моя. Мне жарко. Она дал вчера, мы поехали в тоненькой кофте, футболке. Все в куртках, а мы в тоненькой кофточке. А в автобусе она, вон, мне жарко раздетьте. Может, ее поэтому еще и затошнило. Да, моя заяка. А у нас там стоят посылки с озон. И вон там лежит в пороге. Сейчас покажем. Сейчас Катя помоет полы и покажет. Ага. Ну, покажем, что мы заказали. Все к мясу приготовила. Плита не включается, зараза. Так, все, включила. Так, мясо я вам показала, порезала так тоненько, совсем тоненько. Это блюдо готовится быстренько. Пакетикам прикрыла, чтобы мухи не съели. И показываю приправы. Здесь у меня сахар. Где-то пол чайной ложки соли немножко. Потому что будет соевый соус. Эта паприка острая, но она не очень острая. Это специи для мяса. Это сухие травы для свинины. Острый перец. Вот этот действительно острый. И паприка сладкая, хлопья. И это хлопья. И сичуанский душистый перец. Он, когда девчонки размокают, он такой кругленький, мягкий становится. Очень душистый. И два зубчика чеснока. Еще буду добавлять зеленый лук. Вместо обыкновенного репчатого. И петрушку. Укроп с мясом не сочетается. Потому что я ела когда-то у тетки котлеты. Один день ела с укропом. Второй день. И мне этот укроп поберел горло встал. Так, буду добавлять кунжутное масло, рисовый уксус и соевый соус. Все, плита на спитале. На плите тут чуть-чуть. Даже еще убавлю. Маленько масла, потому что я буду это добавлять. Надо раскалить. И на раскаленное буду... Сейчас добавлю кунжутного масла. И на раскаленной плите буду жариться. Так, добавляю кладу мясо. Мясо тут мне маленькое, но нам хватит. Сразу кидаю все в тетки. Вот это тут, наверное, так вот. И соль будет лаговаться. Чуть-чуть солью овощи. Порезаю лук. Лук до марки. Толстые стебли разрезаю. Мясо жарится 5-10 минут. Ну, это для любителей острова. Ну, не только остров. Масла, казалось, мало. Всё на соль. Сахар нормальный. Я почти всё высыпала. Не знаю, он показывает, что-то видно не видит. Ой, муки кусающие такие, что-то ужас. Ну и всё. Блюдо готово. Убираем в сторонку. И встанем другую сковороду. Здесь я буду уже другое мясо обжаривать. Забыла ещё петрушку положить. Можно точила, острый такой. Будет вкусно. Кате понравилось мясо. В прошлый раз я делала такое вот. Готовится оно, девочки, быстро. Всё. Блюдо одно готово. Пять минут всего-то. Поставила ещё мясо. Это уже мясо будет в картошке. Мне надо его, чтобы оно маленько отворилось, а потом маленько пожарить. Но не зашупить. Не знаю, что получится. Но охота попробовать о том, где. Катя разрешила себя снять. Кто-нибудь какую орёт, не хочу. Кое-как сняла её, пока она полынула. Барбара, уйди с кадра. Иди штаны одень сначала, потом будешь кадрить, вертать. Чё? Чё? Чё, душно? Короче, заказали. У нас же электрическое отопление. Радиаторы у нас совсем-совсем ужасные. Об них можно обжечь. Ой, какой он маленький. Зато какой тяжёленький он. А тяжёлый килограмм 15, девочки, иначе этот радиатор. Варвара, не мешай маме. Такой толщиной он, но он тяжёлый. Так ты его вытаскивай, или что будешь? Какой вытаскивай? Я просто показала, какой толщиной он тяжёлый. Он, короче, флаксовый. Энергосберегающий, поэтому я решила его заказать. А какие эти крепления? Покажи. Написано даже вот тут упреждение. Ну, что он это? Говорят, крепенькие. А где ещё? Всё. Нет. А на чём он стоять должен? Нет. Это, наверное, другая модель? Нет. Они все одинаково идут. Вот эта вот... Нет, там отдельно продаётся подставка. Вешать и подставка, которая... Нету. Нету. А может поднижём где? Ну, подними. Ты говорила, она отдельно продаётся. Нет. Они пока... Говорят, там написано. Я же читала отзывы. Где ты тут подставку хочешь запихать? Подставка, которая ставится. Я, по-моему, она... Ну, не важно, ладно. Вот такой вот радиатор. Ну, попробуй подними. Ну, одной рукой. Я сниму, а ты подними. Ой. Ну, я не знаю, такую плиту выдержать или нет. Ну, это плита, это камень, девочки. И туда вмонтирован обогреватель. Всё хорошо запаковано. Мои, ну, ни кадры эти, хлипеньки не выйдут. Ну, должны, вообще, так и крепление. Ладно, всё. Два радиатора заказали. Четыре с половиной. А где защитный экран? Какой тебе ещё защитный экран? Это всё по отдельности продаёт. Странно. Ну, ладно, не важно. Всё ещё. Ещё заказали вот такой перфорированный сотый коврик. Отойди, да я покажу хоть. Он какой-то не поролон, лёгкий. Либо вот так вот. Но мы по-другому мерили. Чуть-чуть его в холодильник. Ну, хотя бы мусор будет оставаться. То весь дом тащится. У нас Варя такой. Нам вообще надо на всю кухню, потому что у нас Варя развивается посередине. Да. А я и говорю, чтобы маленько 10 сантиметров заходил за холодильник. Потому что здесь обувь стоит, здесь, здесь, здесь и вот здесь вот. Да? Шли расчёсывать. Так. У меня тут мясо уже булькает. Так что вот такие у нас покупочки. А то у нас совсем страшные радиаторы. И они очень нагреваются. Прям кипяток в ванне висел. Я нечаянно упала на него. И всё. Сожгла себе ладонь. И спала. У меня рука в воде была в ледяной. Я так спала. На табуреточку чашку поставила. И спала вот такой вот он горячий. Варвара обжигалась. Так что их менять так и так надо. Всё мясо у меня готовится. Картошку Катя начистила. Также буду делать, так мясо у меня варится, буду делать салат с помидор-копчели. Было всего 250 грамм. Мы с Варварой несколько съели. Тоже портиться начало. И буду... Так, здесь у меня чеснок. Один большой зубчик. Буду делать с маслом похудшим. Тут, наверное, две ложки стою. Зелёный лук, чеснок. И купила вот такую приправу для салата. Ну, вообще для капреза вот это вот. Помидоры с сыром. Ну, вообще можно для любых. Вот вы думаете, ничего не надо. Базилик там и т.д. и т.д. класс. Помидор-куки. Ой, господи, упала. Напополам буду резать. Варвара собирается к Серёжкиной сестре в гости. Уже нарядилась со слезами. Нафиг наряжалась никакой. Не хотела причесываться. Мало будет салата, ну ничего. Либо вкусно было. Не знаю, на гарнир, что пацанам делать пюре или чего. Фарша нету на котлетке, а мясо они не едят, девочки. Варвара, можешь помолчать маленько? Ну, так же. Маленько будет. Ну, что сделать? Помидоры дорогие. Так, а эти чеснок у меня на мясо. Вот такой примерно зуб чуть-чуть поменьше нарезала. И лук. Лук специально батун покупала с вот этими белыми частями. Ой, трепелочка, думаю, хватит. Он уже засыхает, белкеет. Но, слава богу, у нас лето наступило, дождей нету. Свекла-морковка так и не выросла. Да и ну, иначе. Три килограмма, четыре за год куплю, не обеднею. Соевый соус, не знаю, надо, сюда не надо. Ну, без него обыкновенный салат. Салат сделает ищет. Так вот. Вот и получилась целая чашечка. С майонезом не хочется. Все у меня вечно падает мимо. Она соленая тут все, что еще есть. Ну, все, бутылка закончилась. Забыла ложечку. Салатик готов. Не знаю, наверное, все-таки еще лепится луку добавлю. Но еще пока постоит, пока у меня все готовится. А эти собираются. Закройте дверь. А что именно такую? Она эту захотела. А еще какой цвет есть? Розовый. Пусть мятный будет лучше. Ты сейчас-то в ней куда, это вечера? Ну, мне кажется, Кать, подлиннее надо. Мне кажется, она будет на весну и уже короткая. Розовый. А не она. Нормальный? А 110-й еще длиннее будет. Мы ее с собой возьмем. Вот такие у нее. Джинсы. Мне кажется, здесь надо резиночку как-то сделать. Они с нее сваливаются. Я думаю, ремешок какой. О, какая злая девочка. Все, опять новая куточка. А она 110-я, она будет на одну штуку. Розовый, давай. Все, собираются. Модница-сковородница. Скажи всем пока. О, вместо пока крик и мухи. Бегала, бегала за мухами. Ни одной не убила. Нет, ко мне вчера одна кухня. Я в это время сжала. Тут на кухне жарко, они уехали. Все здесь. Открой окно, муж вылетел. Хотя там поохладнее. Кусучие такие, заразовые. Вообще, что-то здесь многое. И дихвохоса нигде не купим. И дихвохоса нету нигде. Ладно? На коляске. Пока. Это уже в коляске похоже. А что там будете делать? Шашлыки жарить? Ага. А Сережка тоже там будет? Ну, там уже ничего. Ага. Ну, понятно. Ладно. Счастливо вам отдохнуть. Катя, картошки я начистила. А я буду запекать сейчас. И в духовку включу. Вот на такие части. Похоже, будет что-то на жаркое. Много делать не буду. Надо еще пюре сварить. Ой, картошка присасывается. Не пойму, что тут. Все, мы их ушли отдохнуть хоть от визга от Варвариного. Целый день визжит. Картошка присасывается к ножу. Много не буду делать. Посолю. И паприкой посыплю. Это покрупнее, картошка. Не знаю, что... Мяса, наверное, много будет. Пай крупней, который на три части. Все, одну и все. Вот так вот. Я тут соли маленькой. Чеснок я сюда добавлять не буду. Потому что в мясе будет чеснок. Маленькое масло. И немного паприки. Ну, паприка у меня острая. Она не острая сильно, девочки. Такая, средняя. И хочу вам поделиться своей радостью. Чеснока вот у меня нет сухого. Ой, как мухи кусают. Ой, ой, как болюча. В общем, в тот день, когда я говорила, что в садике нету мест. Ну, а Катя звонила как раз в это время. Ей сказали, перезвоните часа через полтора. И она позвонила. Ей сказали, что проходите комиссию, привозите документы. В общем, сегодня суббота. Варвара. Понедельник идет у нас садик. В новый садик. Тут же у нас поселки. Ну, правда, туда поближе к городу. Я Кате говорю, какая тебе разница? Ты же все равно идешь в ту сторону. Рядом остановка. Села и поехала. Представь, что ты еще идешь, а в это время ты не идешь, а едешь в другой садик. Кате садик понравился. Двухэтажный. Там также все будут занятия. Сказали купить белые чешки, белую футболку, черные эти штанишки, там леденцы или шортики надо. Будет физкультура у них. Будут танцы. Сказали, обязательно красивое платье купите. Катя уже два штуки выбрала. Одно с ромашками, другое с бабочками. Красивое, розовое и голубое. Уже заказала, наверное, не знаю точно. Уже едет. У них будут танцы там и пение. Ну и естественно все остальные совпустующие у них это занятия. Так что Катя рада. Рада вообще. Девочка, с которой Варвара там все ругалась об этом садике, Женечка. Ей 4 года тоже, по-моему. Такая же маленькая, еще меньше Варвары. Они будут вместе. Ну, я думаю, там, наверное, будут эти воспитатели вешаться. Когда начнут тебе ругаться. Так, вроде соли хватит. Если что, картошки будет. Так что все. Вот такая у нас радость девочки. Картошку все. Я сделала 250 грамм у меня духовка. Я не знаю, сколько минут 15 она будет жариться. Вообще на сковородке ее надо по рецепту. Но я не хочу возиться. Лучше в духовку запихаю разом и все. Сейчас завожу тесто на варенье. на эти. Ну, как их, кекс. Здесь у меня стакан вот такой вот сахара. Три яйца. Щепотка соли. Пачечка 1 грамм здесь ванилина. Кладу сюда сразу разрыхлителя. Не знаю, никогда не клал я его в соду всегда. Ну, вот так, наверное, пол чайной ложки. Ну, я просто размешиваю. Я сильно не возлю. Я не довожу там, чтобы растворилось до конца и забыла. И пачка творога. У меня тут 2%, 220 грамм. Творог вкусный, этот мне даже жалко его туда. И все, мешаю. И такой же стакан муки и полстакана масла пойдет. Ну, пока у меня еще духовка занята. Сейчас там картошка будет жариться. Не будет же картошки. Ну, посмотрим, может, все вместе. Ой! У меня уже мясо поджаривается. Еще вот так вот. Чтоб кусочки попадались. Они все равно растворят свой, устало месить. Все. А дальше уже сейчас картошником у меня сготовится. Закину муку и масло. В общем, решила сначала эти спечь. Кексы. Так, и полстакана масла. Потом я там домоган устроила. Варвара на лист насыпала сахар, а я забыла листы вытащить из спечки. Так, полстакана у меня тут больше. Полстакана масла. Что-то это сода с творогом перемешалась и тесто получается какое-то жидкое. Мало получилось. Почему-то мало. Так, еще, наверное, муки. Ну, все. По столовой ложке пока раскладываю. Обычно я завожу. У меня 23-24 кекса получается. Они небольшие, но... Я еще горсть полную муки добавила. Ну, наверное, думаю, зря я это сделаю. Вот так вот. За раз только 12 штук. Потому что у нас есть эти, были. Силиконовые, так у нас крысы сожрали их. Крысы везде лазят. По постелям хоть по седям не лазят. И все, делаем ее минут на 15. Я не буду больше сюда кладывать. Пусть будут маленькие. Кое-где долож. Где совсем мало. Останется несколько штук. Ни туда, ни сюда. И по всем не распихаюсь. Мало чего-то у меня тесто сегодня получилось. Ну и ладно, все. Все ставлю в духовку. Все наше уже готово. Уже даже переварилось. Вот так вот крупно. Крупно нарезаем. Две луковицы средних. Добавила, что же в мясо, чеснок. Все кунжутного масла налила. Посолила маленько. Потому что я буду решила в кое-что добавлять. А оно со двумя. В картошку еще не ставила. Я к цеплю поставила. Лук долго не жарю. Мясо переварилось. Прилипло в сковороде. О! Дверь открыта. Каждачи через окно стоит. Не знаю, что это в сковородке делать. Что она стала прилипать. Ну и все. Больше пока что ничего не добавляю. Буду ждать, когда картошка готовится. Лук минут пять пожариваешься. Добавлять буду пасту. Кучу джан. Ой, она такая текучая. Столовую ложку. Все прилипло в сковороде. Хотела же в кастрюле это все длить. Придется, наверное, перекладывать. Ну и все. Сейчас еще. Минутки три пожарились. Даже меньше. Минутки две. Вот такая вот красота. Пожарилась. Но это еще не все. Еще один ингредиент. И будет блюдо готово. Вот так вот картошечку я зажарила. У меня у нас уже все готово. Сейчас я ее отправляю к мясу. И там она еще маленько потомится. Минутки пяток. И все. Мало, конечно, картошки или мурубушек. Много оказалось, что мало. Не, нормально. Хватит. Все, сейчас все перемешаю. Само мясо вкусно получилось. Сейчас минут, минутки две. Все, девочки, я приготовила. Помидоры добавила сюда еще все-таки конжуртного масла. Было такое запах, а мы конжуртное не дала. И добавила все-таки репчатый лук еще. Вот такая вкусная картошечка я уже попробовала. Вкусная-вкусная. Ну, это моя порция. Сейчас буду есть. А это нам с Катей на двоих. Мясо тоже остренькое. Слегка остренькое, с зеленым луком. Посыпала зеленью все. Ну, специи я вам все показала. И творожные кексы. Вот такие вот кексы. Влажные. И кусочки творога там. Очень вкусные. Я уже попробовала. На этом, девочки, буду влог заканчивать. Извините, что опять так долго не снимала. Прямо вот совсем не знаю, что снимать. Огород у меня никудышный, поэтому смысл его снимать. И вообще не хочу его снимать. Короче, вот такой вот у нас обед и ужин получился. Ну, кексы, естественно. Как десерт к чаю. Всем приятного аппетита, кто в это время ужинает. А я буду свое видео заканчивать. Встретимся с вами в следующем. А у детей будет другая еда. Так что не ругайтесь. Еда у детей другая будет. Они сейчас уже поели. Сытые. Поэтому на этом буду заканчивать свое видео. Встретимся, девочки, с вами в следующем. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok